МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». В студии Александр Базаров. И сегодня в выпуске. Прозрачность оплаты коммунальных услуг гарантируется. В Чувашии начинают открываться единые расчетные центры. Найти преступника по запаху. Криминалисты Чувашия раскрывают свои тайны. Предупрежден, значит вооружен. Маргалушки и силовики рассказали об опасных смесях на родительском собрании. В Урнарском районе Чувашии 8 учащихся местного сельхозтехникума были госпитализированы в больницу. Студентам стало плохо после прививки против гриппа. По данным Минздравсосразвития Чувашии, плановая вакцинация препаратом Гриппол Плюс началась в учебном заведении 16 октября. Прошли ее 49 студентов и 2 преподавателя. Через час после процедуры несколько учащихся почувствовали себя плохо. 8 из них были срочно доставлены в реанимацию. По данным ведомства, 6 человек были выписаны из больницы в тот же день. Еще двое студентов находились на стационарном лечении около суток. И сегодня, 17 октября, отпущены домой. На сайте Вурнарской центральной районной больницы говорится, что на сегодняшний день вакциной Гриппол Плюс против гриппа вакцинировано 2500 детей в возрасте 6 месяцев до 18 лет. А Минздравсосразвития Чувашии напоминает, что вакцинация противопоказана только тем, кто заведомо не переносит белок куриного яйца, входящий в состав этого препарата. Также серьезными противопоказаниями к прививке являются острые лихорадочные состояния или обострение хронического заболевания. Сногсшибательное утро в прямом смысле слова выдалось сегодня у многих чебоксарцев. Ледяной дождь, который накрыл город, превратил дороги в каток и серьезно осложнил движение. Что ждать чебоксарцам в выходные, мы спросили у синоптиков. Сейчас власть над погодой на нашей территории взяла на себя обширный циклон. И, конечно, система фронтов с ним связанная. Сейчас при прохождении холодного фронта у нас наблюдаются все вот эти явления. Это дождь, и снег пробрасывает, и переохлажденный дождь, ледяной дождь, налипание на провода снега мокрого, образование гололеда. Такая погода сохранится еще примерно сутки. То есть вот сегодня, завтра, 18 октября, мы ожидаем осадки в виде дождя, ледяного дождя, мокрого снега и снега. И местами по республике возможно появление снежного покрова. Довершат картину сильные порывы ветра. Из хороших новостей, пожалуй, то, что 19 октября осадки прекратятся. Однако его температура продолжит снижаться. Капризы погоды не повлияют на дорожную безопасность. Сегодня утром прошел традиционный смотр готовности уборочной техники. Наша съемочная группа не могла пропустить это мероприятие. 78 снегоуборочных машин будут чистить столицу Чувашии этой зимой. ООО «Дорокс» готов к работе в тяжелых условиях. Это доказала не только проверка, но и сегодняшняя погода, приготовившая сюрприз в виде ледяного дождя. Впрочем, с поставленной задачей предприятие справилось на отлично. В целом, сегодня мы с утра, с пяти утра, отслеживая почасовой прогноз погоды, мы приняли решение выпускать технику на подсыпку тротуарной части и магистральных улиц нашей дороги, центральных. Основной, получается, особый контроль мы взяли подъемы и спуски, мостовые сооружения и остановочные павильоны. В настоящее время дождь, ледяной дождь, в принципе, продолжается, но мы в целом к этому были готовы. С 15 октября предприятие перешло на круглосуточный режим работы. Специалисты ежечасно контролируют изменения погоды, чтобы оперативно очистить дороги. Дарина Игнатьева, Андрей Шоколев, Республика. Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с вице-президентом компании «Сбербанк России» Алексеем Поповым. На встрече обсуждалось создание колл-центра «Сбербанка» в Республике. Подробности в сюжете. В создании в Чувашии единого центра процессинга и биллинга – вот главная тема, которую обсуждали на совещании в Доме правительства. По сути, это будет единый расчетный центр, через который пройдут платежи за поставки коммунальных услуг. Платежи становятся более прозначными, они осуществляются через единый расчетный центр, и они являются целевыми. То есть исключает самовозможность нецелевого использования денежных средств. Сейчас управляющая компания осуществляет сбор денежных средств самостоятельно и перечисляет самостоятельно. Зачастую эти денежные средства задерживаются на счетах. Пилотным городом этого проекта стал Новочебоксарск. Там уже создано совместное предприятие с участием Сбербанка и муниципалитета. «Люди реально могут заплатить. Кто привык платить, лично стоять в очередь в кассу ради бога, мы это, конечно, не приветствуем. И никто это не приветствует. Психологически еще все это есть. С любовью обучим подойти к терминалу, и, может быть, не первый раз, но на второй, на третий человек уже понравится. Но есть и самые современные. Это мобильный банк, автоплатеж. То есть на разные категории людей у нас безо всякого насилия есть разные способы». Еще одна тема – возможность размещения контактного центра компании «Сбербанк России» в Чебоксарах. Сейчас столицу рассматривают как вероятного претендента на дислокацию колл-центра Сбербанка наряду с еще несколькими городами. На совещании перечислили конкурентные преимущества, которые имеются у нашей республики. Одно из них – наличие профессиональных кадров. Ежегодно в ВУЗы и СУЗы Чувашии выпускают огромное количество специалистов. Говорили и о возможной локации объекта в центре города на улице Калинина, рядом с крупнейшим торговым комплексом «Мегамол». На этом плюсы не заканчиваются. «С точки зрения энергетики, доброты души, гостеприимства, улыбок – это же очень важно для любого клиента. И вежливые отношения, значит, с учетом всех тех моментов. Народ спортивный, народ эффективный, молодежь креативная, целеустремленная». Решение будет принято позже, но Алексей Попов высказал свое субъективное мнение в пользу площадки в Чувашии. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Сегодня одно из старейших предприятий Республики, открытое акционерное общество «Чуваш Автодор», отмечает свое 85-летие. Поздравить коллектив с праздником пришел и глава Республики Михаил Игнатьев. Почтенный возраст вовсе не повод почивать на лаврах. За 85 лет создана единая транспортная сеть, благодаря которой наша Республика живет и развивается. Каждый год дороги проектируются, строятся, реконструируются. Чуваш Автодор ведет свою историю с 1929 года. Тогда при Совнаркоме Чувашской Республики было создано управление шоссейных, грунтовых дорог и автомобильного транспорта. Коротко, Чуваш Дор Транс. Спустя несколько лет опыт Чуваши, Совнарком РСФСР уже рекомендовал перенять всей стране, а Республика в 1935 году была награждена Орденом Ленина. Первые километры давались нелегко, уходило много времени и сил, но результаты 85-летней работы сегодня видны без преувеличения каждому жителю Республики. В зале филармонии собралась большая дружная семья. Более тысячи человек, 30 трудовых династий, ветераны и молодежь, в разное время все они строили федеральные и республиканские трассы, налаживали транспортные сообщения между районами и городами республики. Если сложить в одну линию километры дорог, проложенных за 85 лет многими поколениями работников Чуваш Автодора, трасса протянется от Калининграда до Владивостока. Многие работники Чуваш Автодора получили сегодня награды. Завтра они вновь разъедутся по объектам. У дорожников редко бывают выходные. Чему учить в школах, вузах и СУЗах? Как учить? Кому учить и за какую зарплату? Около полутысячи педагогов, управленцев от образования и чиновников обсуждали на днях проблемы российского образования на форуме Общероссийского народного фронта в Пензе. Чувашию представляла солидная делегация из восьми человек. Сегодня они поделились с журналистами впечатлениями и рассказали о грядущих переменах. Качественное образование в имя страны – это не просто красивое и громкое название форума. Педагоги и чиновники понимают – российская система образования нуждается в серьезных преобразованиях. Идеи мнений много – обсудить их, послушать разные точки зрения по ряду важнейших образовательных инициатив. Специалисты и собрались в Пензе. Первое, что отметили делегаты от нашей республики – это формат форума. Вот это необычный форум, на который собираются люди послушать чиновников, послушать профессионалов и так далее. Наоборот, руководители чиновников пригласили на этот форум, чтобы они послушали практиков учителей, управленцев в образовании различных уровней, начальное образование, среднее образование и так далее. То есть был очень жесткий регламент и они прислушивались к нам. Многими вопросами, которые поднимались на форуме, россияне задаются не первый год. Помните фразу «забудьте все, чему вас учили в университете». Что предпринять, чтобы выпускники перестали слышать это от работодателей? Вот одна из ключевых тем форума. Каким образом нам сократить разрыв между тем, как мы готовим кадры, и какие бы кадры хотели получить от нас работодатели? Что для этого необходимо сделать? И здесь поднимались вопросы и роста уровня профессиональных компетенций, тех педагогов, которые работают, и выстраивания наших отношений с заказчиками кадров. Заинтересовать теми или иными способами бизнес, вкладывать средства в образование, значит, и будущих работников. Одна из более чем двух тысяч идей, высказанных участниками. Предложений по всем уровням образования было много, абстрактных и конкретных. Так, к примеру, профориентацию предложили начинать еще с дошкольного возраста. Студентам-педагогам дать больше часов на практику, а педагогов по возможности освободить от бумажной работы и бесконечного оформления отчетов. По поводу кадров звучали многие даже и предложения, которые не приняли. Например, предлагалось ввести систему распределения, какая была в советское время, тех, которые учатся в высших учебных заведениях педагогических по направлению, как это называется? По направлению. По направлению. Целевую прием. Целевую прием. Часть идей, вероятно, россияне скоро увидят в форме законопроектов. К примеру, обратный переход от бакалавриата к специалитету для некоторых факультетов и вузов. Педагога за 4 года нельзя подготовить учителя, да, хорошего. Инженеры, как он будет, то есть бакалавр, я вас еще выскажу, может, даже отчасти субъективными мнениями, бакалавр, он не такой хороший специалист, как выпускник СУЗа и не доинженер, да, как человек закончившийся специалитет. Все предложения и мнения участников форума найдут тот или иной отклик в правительстве, уверены участники форума. Быть бдительными и осторожными призывает жители республики следственный отдел МВД. По улицам столицы Чувашии ходит человек, подозреваемый в особо тяжком преступлении. На фотографии изображен человек, предположительно совершивший особо тяжкое преступление. В интересах следствия характер преступного деяния не сообщается. МВД Почувашской республики просит всех, кто располагает информацией о его местонахождении, позвонить по телефону 24 13 23, 24 15 23 или 02. Играй, да не заигрывайся. В Чебоксарах возбуждено 14 новых уголовных дел по фактам дачи и получения взяток в сфере незаконного игорного бизнеса. По версии следствия, в течение 8 месяцев с ноября 2013 года члены преступной группы регулярно передавали теперь уже бывшему начальнику отдела полиции номер 4 Игорю Иванову взятки на общую сумму в 120 тысяч рублей. За это полицейский закрывал глаза на существование игорного салона по улице Гузовского. Ранее в отношении Иванова уже было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки от той же группировки. Тогда игорный бизнес принес владельцам доход свыше полутора миллионов рублей. Попались они, когда попытались прикрыть свою деятельность в Цивильске. После того, как они пытались подкупить за 60 тысяч рублей одного из сотрудников межмуниципального отдела МВД России Цивильский, который как раз таки обслуживает территорию города Цивильска, где также была организована деятельность незаконного игрового салона. Он сообщил об этом вышестоящему руководству, после чего деятельность этой организованной преступной группы была взята в оперативную разработку. В результате они были привлечены к уголовной ответственности. В отношении семерых предполагаемых участников организованной преступной группы, организовавших незаконный игорный бизнес, избраны различные меры пресечения, в том числе в виде заключения под стражу, в виде домашнего ареста, в виде залога по 500 тысяч рублей, а также в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Меры пресечения были избраны с учетом их конкретной роли, как полагает следствие, в совершении данных преступлений. Правоохранительные органы Маргаушского района решили бороться с наркодельцами совместно с общественностью. Руководители местной прокуратуры, полиции и военкомата проводят родительские собрания в школах. На встречах рассказывают о том, чем опасны курительные смеси и как возможно пресечь торговлями. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Им пытаются поставить заслон, но те, кто производит курительные смеси, находят новые каналы сбыта. Силовики бьют тревогу и отмечают, что беда может прийти в каждый дом. Приобрести спайсы сейчас возможно даже через социальные сети. На крючок наркодельцов нередко попадаются и школьники. В муниципалитетах, которые расположены неподалеку от федеральной трассы, эта проблема стоит особенно остро. Только в Чувашской обеспублике с отравлениями обратились порядка 100 человек, доставленных в больницу с отравлениями от курительных смесей. Постранение идет таким образом, что отследить его достаточно сложно. Сейчас очень хорошо развиты все интернет-технологии. В чате идет сообщение, куда ехать и где забрать. Вот едут и забирают именно в этом месте. В районной полиции описывают вопиющий случай. Родители школьника не заметили, как он курил опасную смесь, буквально находясь в соседней комнате. В результате подросток попал на больничную койку. Силовики отмечают, что взрослым необходимо знать, с кем общаются их дети. Уберечь от беды своих чад могут только родители. Практика показывает, почему наши дети начинают употреблять спайсы. За компанией. На фоне осуществления контроля со стороны родителей. Нет контроля, компания веселая. Дай-ка ее попробуем. Предупрежден, значит вооружен. Подобные встречи с родителями проведут во всех учебных заведениях района. А в ближайшее время силовики устроят ликбезы работникам клубов. Именно там чаще всего продают опасные смеси. Но похоже, что правоохранительные органы Маргаушского района только задали темп. Вслед за ними подобные родительские собрания планируют провести и аликовские силовики. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика. А красноармейские правоохранители раскрыли кражу сельскохозяйственной техники на сумму около 700 тысяч рублей. Поиски похищенного продолжались несколько месяцев. Подробности у наших коллег из пресс-службы МВД. Сообщение о краже гребнеобразователя для посадки картофеля и доминатора для рыхления почвы, принадлежащих местному фермеру в дежурную часть отделения полиции по Красноармейскому району, поступило в конце декабря прошлого года. Стражи порядка сразу же провели по данному факту весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В ходе проверки мы вышли на то, что именно технику забрали манипулятором. И именно отличительные признаки на манипуляторе – бак дополнительно заваренный и синяя кабина. Так полицейские вышли на водителя манипулятора, который сам, не подозревая того, оказался причастен к совершению хищения. Мы получили от него информацию, что он эту технику увез в Цивильский район Андреево-Базары. Я его поправил. То, что это Андреево-Базары не Цивильский район, а Козловка. Мы поехали, посмотрели. И там на автостоянке, за Андреево-Базаром, там именно автостоянка есть. Именно вот эта техника находится. Мы сфотографировали, показали фотографии потерпевшим. Те потерпевшие опознали, их туда повезли и технику забрали. На раскрытие преступления ушло более трех месяцев. Стражи порядка вернули владельцу дорогостоящую технику как раз к началу весеннеполевых работ. Я благодарен местной полиции, что они украденные все вещи вернули в селье сохранности. По данному факту возбуждено уголовное дело. В совершении преступления подозревается 30-летний местный житель. Ведется следствие. Разобраться в мотивах преступления, вычислить нарушителя закона и доказать его вину – задача сложная. Неподготовленному человеку такое будет не под силу. Но все хитрости преступников можно разгадать по оставленным следам. Занимаются этим сотрудники отдела криминалистики Следственного комитета. 19 октября они отмечают 63-е со дня образования их службы. Обеспечить принцип неотвратимости наказания за совершенное преступление – вот профессиональная креда сотрудников службы криминалистики. Именно поэтому правоохранители занимаются раскрытием преступлений, совершенных еще в прошлые годы. На помощь им приходят специальные инструменты. Кроме компаса, лупы, растворов и порошков, имеется и техника потяжелее. Например, источник экспертного света. Позволяет выявлять невидимые следы на различных поверхностях. Как следы рук, так и следы биологического происхождения, микрочастиц и так далее. Вот батарейка к нему. Две съемные батарейки у нас. Одна есть стационарная. При работе с данным аппаратом необходимо надевать очки специальные разных цветов для выявления разных поверхностей. Когда в прошлом году в Казани разбился Боинг, сотрудники следственного управления Следственного комитета по Чувашии отправились на помощь своим коллегам. Криминалистами был изучен каждый сантиметр территории, где произошла авария, чтобы воссоздать картину крушения. Вообще, с информацией, которую могут нести в себе вещи, нужно обращаться крайне осторожно. Сохранить и проанализировать можно даже запах. Для этого улики помещают в стеклянную банку или плотно заворачивают в фольгу, чтобы они никак не контактировали с внешней средой. А затем запечатывают в бумажный конверт. Супник не оставил следы преступления. Однако мы имеем сведения о том, что он, например, сидел на мягкой мебели. Есть возможность изъятия и без предметов, оставленных им. Для этого мы используем фланелевую ткань, обмачиваем ее дистиллированной водой, прикладываем на место, где он находился, сжимаем больно тяжелым таким предметом, чемоданом, каким-нибудь тяжелым, минут на 15. Затем, также аналогичным образом, упаковываем его после упаковки вещественных доказательств и назначения соответствующей судебной экспертизы, доставляем объекты, соответствующие экспертно-криминалистическое учреждение, где эксперты с участием специально обученных собак проводят экспертизу. В арсенале следователей-криминалистов Чувашии есть детектор лжи, газоанализатор, а также программное обеспечение, которое позволяет делать 3D-снимки. Так можно визуализировать обстановку во время преступления. При помощи следителей-криминалистов, следственного управления, закреплены доказательства по многим уголовным делам, находящимся в производстве. Так, например, следители-криминалисты участвуют при производстве видеосъемки, видеофиксации протокового допроса, что особенно актуально с введением с 1 января 2015 года необходимого допроса, именно фиксации допросов, видеодопросов несовершеннолетних потерпевших свидетелей, подозреваемых, обвиняемых. Помочь следствию, если это необходимо, долг каждого гражданина. Сегодня это можно сделать онлайн. В социальной сети ВКонтакте появилось сообщество при поддержке отдела криминалистики Следственного управления Следственного комитета России по Чувашской республике. Желающие могут как публично, так и анонимно сообщить об известных им фактах преступления, проконсультироваться по личным вопросам, узнать последние новости и обсудить правовые темы. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я, Александр Базаров, с вами прощаюсь. Хороших выходных. Субтитры подогнал «Симон»